В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Пожилой житель Инаульского района едва не замерз насмерть, но благодаря внимательности и чуткости Алексея Нуреева из села Старый Варяж благополучно вернулся домой. Подробности этой удивительной истории далее в нашем эфире. Я остановился, черное что-то лежит в этой дороге, думал, что авария. Мы вот человека сбили или бросили, думал, вот вышел из машины и подошел к ним. По этой дороге Алексей Нуреев каждый день ездит в город. Вот и в то утро 16 февраля он поехал в Инаул и заметил в кювете силуэт мужчины. Незнакомец почти не шевелился, его руки и ноги сковал мороз. В то утро столбик термометра показывал ниже 30 градусов. Нетрудно представить, какая участь ждала пенсионера, если бы в те минуты не появился автомобиль Алексея. Может мертвый, может живой еще. Вот так просто остановился. Больше ничего. Ради героизма или славы я нет. Вообще не хотел, что так получится. Просто как человек у человека остановился. Вдруг помощь нужна. Вот и все. Ну пытался он ползти, у него просто не двигаются ноги, руки уже на животе лежал. Просто пытался, пытается, но не может уже. Мы его подняли и на машину. И ноги не двигаются уже, кое-как заполкали мы его еще. Как стало известно позднее, пожилой человек оказался в этих краях не случайно. 80-летний пенсионер родился и вырос в деревне Нанеды. Там не по сей день живут его родственники. Видимо, его потянуло в родные края. Правда, до деревни он так и не дошел. Сначала спрашивали, откуда, кто. Ничем, ничего не отвечал. Ничего не понимал он уже. Акатеневший был уже. Ну как замерзший уже. Ну что, остается человека забрать, раз место есть, куда они знаем везти, кому. Ничего не говорит, ничего не отвечает. Потом мы в Ямодинскую больницу повезли их. Там хорошо его приняли, чаем напоили, горячим чаем, крепким чаем. Вот и все мои дела. Фото незнакомого дедушки, потерявшего память, быстро разошлось в социальных сетях. И спустя несколько часов его все же узнали. Осмотрели в приемном покое районной больницы и отвезли домой. Пенсионер серьезно не пострадал. Представители башкирского рода «Уран» собрались на ЕЕН-съезд в Генаульском районе 12 февраля. ЕЕН-ародов проходит в рамках года башкирской истории, объявленного Всемирным Курлтаем Башкир. Подробности далее. На втором этаже Межпоселенческого культурно-досугового центра развернулась масштабная выставка, листая страницы истории рода «Уран». Гости познакомились с особенностями башкирского этноподворья, традиционным жилищем местных жителей, национальными блюдами и обычаями. Местные мастера-ремесленники представили гостям свои лучшие работы – из дерева, глины и камня. У каждой из них своя душа и свое настроение признаются мастера, а по совместительству – педагоги школ и учреждений дополнительного образования района. Изделия из шерсти, картины, небольшие сувениры, бусы с каждым годом набирают всю большую популярность. В этот день гости получили небольшие презенты, маленькие декоративные валеночки. Тем временем в соседнем зале самые любознательные иенаульцы раскрывали секреты своего рода. Они представляли семейное древо шажере. Большой интерес у участников иена вызвала выставка продажа национальных башкирских музыкальных инструментов и украшений. Ее подготовили Минди Гафур и Гульгина Занединовы, виртуоз, кубизист мира, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан и мастерица национальных украшений. Торжественное мероприятие на сцене началось с театрализованной постановки об образовании рода «Уран». Гостей поприветствовали исполняющие обязанности главы администрации иенаульского района Салават Гельмиев. Человеку важно знать свои корни, отдельному человеку, семье, народу. Тогда будет дороже родная земля, взрастившая нас, и тем сильнее будет человеческая жизнь. И сегодняшнее мероприятие как нельзя лучше способствует этому. Родовое отделение башкирского народа стало основой админициативного территориального отделения эстетического Башкортостана. В прошлом вдове на реке Буй и ее многочисленные притоки были вводчаны в башкир родовой группы «Уран». Более половины башкир и науського района – потомки уранских башкир. Народы нашего многонационального района присущи в соблюдении и уважении своих обычаев и традиций. Каждый национальный праздник из года в год обретает яркость и многокранность. Обряды и традиции народа бережно хранятся, передаются будущему поколению. И председатель исполкома всемирного курултая башкир Галим Якупов. Как всем известно, в 2021 год всемирным курултаем башкир объявлено годом башкирской истории, в рамках которого предусмотрено несколько проектов. Шельмуратовцы в конце февраля состоится презентация биографического справочника «Шельмуратовцы. Войны 112-й башкирской кавалерийской дивизии». Нами установлено и выявлено и собрано в этих материалах, к этому справочнику, свыше 3500 имен участников непосредственно воинов 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Также у меня будет презентован проект «Потомки Севера Хамуров. Уверен, что среди вас они тоже есть». Далее, значит, у нас будет в этом году юбилей Кирова Царая, Мусы Муртазина и увековечивание имен выдающихся личностей. Один из основных пунктов посвящен башкирской истории, истории башкирских родов, восстановлению идентичности башкирского народа. С начала текущего года прошли съезды родов Ельзяк и Балыцын. По итогу проведения мы видим, что эти съезды необходимы. Известный журналист, кандидат исторических наук Салават Хамедуллин рассказал об истории рода Уран. Руководитель Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан, кандидат исторических наук Юлдаш Юсупов представил участникам съезда карту расселения башкирских родов. Также выступили известный писатель-сатирик, представитель северо-западных башкир Марсель Салимов, народный артист Республики Башкортостан, уроженец села Исхак Фанави Салихов, а также глава рода Уран Фарид Минязев, председатель исполкома районного куролтая Башкир Рафаил Яхин и другие представители рода Уран. В этот день состоялась церемония избрания членов родового совета, созданного на первом еине уранцев в 2013 году. Прошло обсуждение и принятие герба и песни гимна рода Уран. В торжественной обстановке прошла церемония передачи штандарта съезда родов. Эстафету принял род Умлар. Следующий съезд пройдет в Караидельском районе. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 4 млн 125 тыс. жителей. В Башкортостане их число 27 146 человек. В России 13 447 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 152 новых случая заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 18 февраля в Янаульском районе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается пока напряженной. Продолжается снижение заболеваемости. За прошедшую неделю выявлено 27 пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Из них 5 пациентов получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамск. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID. На карантине на 14 дней находится 97 контактных лиц. Что касаемо вакцинации от COVID, в Янаульский район с декабря поступило всего 1040 доз вакцины ГАМ-COVID-VAC. В том числе это пациентам с хроническими заболеваниями, гражданам старше 60 лет и работникам предприятий. На сегодня привито 950 человек. Вакцина в наличии имеется. И поэтому мы рекомендуем непереболевшим привиться от новой коронавирусной инфекции. Желающим привиться необходимо записаться на вакцинацию через госуслуги или по телефону регистратуры 2-10-12 и подойти в привычный кабинет номер 117. Ну а пока заболеваемость в районе регистрируется и все-таки есть риск заболеть. И рекомендуем соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Будьте здоровы! Республиканский этап конкурса «Трезвое село-2020» близится к завершению. Активно участвуют в нем победители муниципального тура жителей села Орловка. Так, днем 16 февраля в центре села было особенно оживлено. Подробности у Гульна Рассидиковой. «Трезвое село» мы сегодня проводим мероприятие для вас, для того, чтобы вы были здоровы, активны. Спортивный фестиваль «Алга-молодежь» для старшеклассников Орловской школы организовал молодежный совет при Совете Наульского района. По условиям квеста, каждая из команд должна была пройти четыре площадки, преодолев различные испытания. Катание на тюбингах, метание дротиков в цель, сбивание кегль, откатывание загадок. Ребята с удовольствием и азартом соревновались друг с другом. Показать лучший результат хотелось всем участникам. Активное времяпрепровождение согревало в этот морозный день. Я считаю, что детей нужно с детства учить к здоровому образу жизни, приучать к активному отдыху. И ребята молодцы, они очень активные, интересные, они с удовольствием общаются, знакомятся. Я думаю, что у села Орловка достойное будущее, и у ребят дальше будет взять только хорошее впереди, потому что они настроены на активность, они очень позитивны. Квест вообще очень популярный в наших мероприятиях, мы часто используем квесты. Но чем они интересны? Во-первых, это более подвижный вид мероприятий, где можно расслабиться и отдохнуть, и немножко забыться о своих обычных, обыденных делах, от учебы. И проходит, как правило, это весело. В полуфинал вышли две команды, они и сразились в финале. Продемонстрировав умение играть в хоккей на снегу. Самой сильной и ловкой в этот день оказалась команда «Молнии». Все участники молодежного фестиваля были награждены почетными грамотами и памятными подарками. После игр на свежем воздухе состоялся автопробег «Трезвый по дороге жизни». Его инициатором выступил совет отцов сельского поселения. Колонна машин, украшенная шарами и плакатами, с призывом вести здоровый образ жизни, направилась от центра села до выезда на Уфимскую трассу и вернулась обратно. Более десятка автолюбителей выразили таким образом свою любовь к активному и здоровому образу жизни. Мероприятий для мужчин проводится очень мало, поэтому решили провести какое-то необычное мероприятие, которое ранее не проводилось в сельском поселении, и выбрали автопробег. Мужчины у нас очень заинтересовались. Сегодня в автопробеге, которое у нас было названо «Трезвым по дороге жизни», приняли более 13 машин. Участие в автопробеге наши мужчины сегодня восприняли на ура, потому как очень мало мероприятий проводится именно для мужчин, и они уже заинтересовались. Действительно, они пропагандируют здоровый образ жизни, и можно смело заметить, что автолюбители села Орловка пропагандируют и ведут здоровый образ жизни. На финише глава администрации сельского поселения Орловский сельсовет Любовь Шамшурина вручила автолюбителям медали за участие в автопробеге и пожелала оставаться такими же активными и инициативными. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей, Янаульского телевидения. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День в 1918 году в районе деревень Большой и Малая Лопатина под Псковом бойцы 2-го Красноармейского полка вступили в бой с передовым отрядом германских войск, наступавших на Петроград. По инициативе Петроградского совета 23 февраля стало считаться днем создания рабочей крестьянской Красной армии. С 13 марта 1995 года 23 февраля отмечается как День воинской славы России, День защитника Отечества. Алло, галочка, ты не поверишь! На базе оптовых цен находка консервы с Айрес с добавлением масла 59,99 паштет с кусочками мяса 14,99 масло оливковое 1 литр 179 рублей Срок акции по 21 февраля 21 года. Подробности у продавцов. Внимание! 19 и 20 февраля во всех аптеках Формлент скидка от 15 до 20% на все. Аптеки Формлент. 19 и 20 февраля. Запомните! Скидка до 20% на все. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Уважаемые янаульцы, 20 февраля состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. В программе в 14.30 возложение венков и цветов к монументу боевой и трудовой славы. В 15 часов торжественный концерт в Межпоселенческом культурно-досуговом центре. Янаульское телевидение будет вести прямую трансляцию праздничного концерта на канале YouTube. Ссылку для просмотра вы сможете найти на официальных страничках администрации Янаульского района и Янаульского телевидения в социальной сети ВКонтакте. Добро пожаловать! Уважаемые янаульцы и любители лыжного спорта, приглашаем вас 27 февраля принять участие в лыжных соревнованиях, приуроченных ко Дню памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье. Начало регистрации 10 часов, старт в 11 часов. Место проведения – сквер улицы Некрасова. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.